здравствуйте мы сегодня вам представляем новую новое направление из серии техники камаз это самосвал специально взято удлиненное шасси для того чтобы сделать газомоторное оборудование на нем данная модель является из серии самосвалов 10-кубовый объем кузова двигатель камаз 260 лошадиных сил колесная формула 6 на 4 более подробно про газомоторную технику вам расскажет наш технический директор и специалист направления по газомоторному оборудованию анатолий рыженков сегодня я вам покажу одного из представителей газомоторной техники камаз это камаз 65 115 с двигателем на газовом топливе автомобиль работает на метане об этом говорит надпись на на капоте злые языки сразу же прибавляют сюда букву с и пишут что он на сметане на самом деле те кто помнят советский союз помнят что была в 80-х годах была компания по переводу техники на газ но та компания который начинается сегодня она немножко отличается отличается она тем что тогда камаз был газодизельный а сейчас камаз именно газовый вот это основное на что нужно обратить внимание как появился этот автомобиль изначально было шасси камаз 65 115 взяли удлиненную базу для того чтобы между кабиной и кузовом поместить газовые баллоны взяли двигатель камаз 740 изменили поршневую и сделали так чтобы он мог работать только на газу таким образом этот двигатель не может работать ни на чем другом кроме газа его невозможно перевести на дизель либо на что-то еще другое работает он только на газу и именно на метане двигатель по экологическим нормам отвечает стандарту евро 4 еще один момент который о котором часто спрашивают наши потребители это чем отличается пропан бутан от метана пропан бутановая смесь тяжелее воздуха она случае утечки опускается вниз если автомобиль находится где-то в ремонтной зоне то газ заполняет именно нижней части помещения ну и соответственно появляется вероятность взрыва метан легче воздуха и случае утечки он поднимается наверх данном случае автомобиль стоит на открытой площадке и если допустить хотя такое вряд ли может быть утечку метана то он весь просто-напросто уйдет вверх и собственно говоря улетучится это принципиальное отличие метан это природный газ запасов которого очень много по оценкам разных источников гораздо больше чем запасов нефти поэтому сейчас камаз развивает именно направление газомоторной техники и эта техника работает именно на метане теперь давайте посмотрим чем конкретно отличается эта машина от своего прародителя камаза 65 115 ну как уже раньше сказано было база автомобиля получилась удлиненная и удлинили для того чтобы между кабиной и кузовом поставить блок газовых баллонов за кабиной стоит 9 баллонов по 80 литров каждый и вместо топливного бака еще четыре баллона по 80 литров каждый таким образом все эти баллоны обеспечивают запас хода автомобиля в зависимости от режима эксплуатации от 400 до 500 километров может пройти автомобиль на запасе вот этого газа еще один нюанс заключается в том что этот автомобиль работает на компримированном природном газе кпг так называем то есть это сжатый газ его закачивает автомобиль при заправке вот через этот вентиль и далее по манометру вот можно смотреть этот газ находится в баллонах под давлением 200 атмосфер по мере расхода газа давление в системе падает ну соответственно при достижении минимального давления требуется заправка есть еще автомобили на сжиженном природном газе они отличаются тем что у них вместо баллонов для сжатого газа стоит криобак называемый криобак он занимает место сопоставимое по объему с топливным баком ставится на место топливного бака но это следующий шаг в развитии газомоторной техники сейчас основное направление в камазе это как раз компримированный природный газ или сжатый природный газ еще одно опасение которое часто возникает это вопрос по поводу того насколько безопасны баллоны баллоны безопасны баллоны проходят испытания испытывают их под давлением 750 бар если учесть что рабочее давление в этих баллонах 200 бар максимум 250 при испытании в них подается давление в три раза больше соответственно они имеют тройной запас прочности при испытаниях эти баллоны расстреливают из нестрельного оружия взрывают сбрасывают высоты случаев того чтобы баллоны взрывались не было при испытании сам баллон он состоит из двух компонентов внутри у него металлический корпус снаружи этот корпус покрыт вот таким вот пластиковой отлеткой это сделано для того чтобы в разрыва все таки если это будет происходить если это произойдет то баллон не разорвется на осколки то есть он будет в виде такой розочки пластиковая оплетка которая вот здесь есть она как раз не даст осколкам разлететься и просто разорвет его безопасно для окружающих но это крайнем случае еще один элемент защиты это вентили которые находятся сверху они автоматически закрываются и открываются лишь в тот момент когда стартер начинает вращать двигатель это тоже еще один элемент защиты от утечки газа из баллонов в остальном автомобиль напоминает своего предшественника 65 115 ничего такого в нем сверхъестественного кроме газовой аппаратуры и именно метанового двигателя нет то есть грубо говоря как получается автомобиль берется 65 115 с него снимается обычный двигатель снимается топливная аппаратура ставится газовый двигатель ставится газовая аппаратура баллоны вентили и так далее и получается автомобиль на газовом топливе часто меня спрашивают о том как будет автомобиль запускаться эксплуатироваться в холодное время года есть такая такое мнение скажем так что газовая машина запускается плохо но данная машина она оборудована предпусковым подогревателем единственное чем он отличается от штатной машины это тем что подогреватель работает на газу вот он у нас здесь располагается это такой же подогреватель также греет охлаждающую жидкость но сгорает днем не дизельное топливо в смеси с воздухом а газ остальном все работает точно так же данная машина имеет систему выхлопа направленную вниз это тоже продиктовано соображениями безопасности но тут на уровне здравого смысла понятно что нельзя выхлопные газы случае если в них содержится метан направлять платформу это небезопасно еще одна интересная опция которую использует камаз этот система центральной смазки так называемой то есть установлена система смазки соответствующими разводками трубок каждой точке смазки подводится трубка и либо можно можно запрограммировать эту систему можно управлять ее вручную эта система позволяет не проводить смазку автомобиля вручную смазка производится автоматически эта опция ее можно поставить на любой автомобиль камаз условиях нашего технического центра для тех кто был уже в камазе для них ничего здесь принципе нового особо нету панель приборов обновленная но функционально все все что здесь есть все как было так и осталось единственное что добавилось некоторые несколько кнопочек в том числе добавилась кнопочка газа сиденье на пневмоподвеске это думаю дополнительный комфорт для водителя очень удобно в целом машина такая же простая в использовании и такая же удобная для водителей также анатолий говорил вам про систему смазывания как дополнительная опция здесь установлена из кабины кнопка как раз когда нужно будет все элементы смазать достаточно нажать вот эту кнопку и заключение нашего короткого рассказа могу сказать что не надо бояться автомобилей на сметане они абсолютно безопасны температура самовоспламения дизельного топлива около 250 градусов температура самовоспламения метана около 600 градусов соответственно метан поджечь в три раза сложнее поэтому в этом смысле его бояться не стоит еще одним неоспоримым плюсом является то что при эксплуатации такой машины если сравнить ее с дизелем то затраты на топливо в три раза меньше по газовой машине в сравнении с дизельным автомобилем цена дизельного топлива составляет около 32 рублей один кубометр газа стоит около 9 рублей поэтому считайте сами какова экономия ну и мы начали с экономики конечно надо сказать про экологию это двигатель без дополнительных каких-то систем очистки легко укладывается в нормы евро 4 соответственно до норм евро 5 ему нужно сделать всего лишь пол шага это тоже важно особенно больших городах ну так для примера скажу что вот у этого автомобиля из выхлопной трубы выходит для кислый газ и вода то есть никаких больше примесей там нет поэтому он с точки зрения экологии это перспективно это за этим будущее компания грузомобиль второй год занимается газомоторной техникой мы были одни из первых кто включился в эту в это движение и наработали уже достаточно серьезный опыт в работе с этой техникой поэтому ждем всех вас можете приехать наш сервисный центр посмотреть на этот автомобиль пообщаться с нами проехаться на нем убедиться в том что он безопасен ну естественно приобрести все всем удачи пока приходите к нам мы вас очень ждем